Всех приветствую! Сегодня 24 сентября. Сегодня немного с выпуском запоздал. В целом тут особо ничего не изменилось за день. Цели не меняются. Как ждал по биткоину 6900, так и жду. По эфиру примерно 270 цель. По эфиру открыл лонг по 234. Буду ждать, пока хотя бы 260 пробьет. Там уже посмотрю, сбрасывать, не сбрасывать. Короче говоря, явно видно, что поддержка есть. Какой-то кит по 6550 поставил ордера. Вверх, в принципе, путь свободен. Если 6550 пробиваем, там посыпется по стопам, расчистят стакан. Так что то, что сверху, там можно даже не смотреть. И стены их все по стопам закроют. По эфиру очень хороший расклад. Там не хватает еще одной волны вверх, однозначно. То есть был у нас импульс первый. Есть коррекция. И вот в этом импульсе не хватает еще одного движения вверх. Ну, примерно 270 цель. 260-270. Но единственное, что надо учитывать, что если лонги держите, если биткоин 6500 пробивает, это очень опасно. Это означает, что, скорее всего, вниз все пошло и всех опять обманули. Потому что шарты падают. Цель достигнута. Как бы лонги чуть-чуть выросли. То есть по хаям понакупили. Есть риск, что все-таки сразу пойдем вниз. Поэтому любые лонги сейчас опасны. Но в целом так целесообразно все это делать. По идее сейчас лучше всего шартить чуть повыше. А то более высоких целей более безопасно получится. Потому что уж совсем усиленного движения тут явно не намечается. По индикаторам у нас, что там, получасовка разгрузилась немножко. Но еще запас хода есть. Часовик разгружается. Но так коряво идет флэтом. Но это означает, что в целом он может развернуться. Четырех часовик довольно неплохо в коррекцию ушел. И хоть сейчас он может на разворот пойти. Одна зеленая свеча с перекрытием предыдущей. И он уже развернется. Ну а дневка смотрит вверх. Что еще раз подтверждает то, что правильно вот здесь был разворот. Надо было покупать. Здесь конечно наложенный вынос вниз был. А дневки. Довольно опасный. Но зато потом все в принципе подтвердилось. Вверх ушло. Такой вертолет нарисовали. Ну и запас хода еще есть. Еще примерно 2-3 дня точно можем расти. Ну и в целом вообще довольно все неплохо выглядит. Есть даже бычий вариант разволновки. Могу вам показать. Так, давайте на дневках. Ну то есть суть какая? У нас тут вот эта фигура довольно странная. Ее разбить можно как угодно. Но очень сильно она обменяет треугольник. То есть вот эта волна А. Это В, это С, это Д, это Е. И что у нас тут есть? Если мы возьмем слева движение, то у нас есть тут начальный диагональник. Раз, два, три, четыре, пять. Такая вот фигура. Значит тут есть пять волн. Тут есть промежуточная, коррекционная. И нужно здесь ждать пять волн. В какой форме они будут непонятно. Но по сути дела бывает такой редкий случай, когда вот такой вот коротыш, он есть пятиволновик. То есть тут в принципе пять волн есть. Но является ли это завершенной пятиволновой структурой? Потому что сами видите, здесь вот такое крупное движение, а здесь такое мелкое. И вот это вот уже один, два, три, четыре, пять. Вот такое может быть. То есть если мы увидим вот такое движение, это разворот рынка. Пока мы его не увидели, все-таки лучше рассчитывать на то, что мы тут сформируем либо конечный диагональник, то есть это один, это два, вот это мы рисуем три, потом будет четыре и пять. То есть если такое увидим, после этого возможно вот такое движение. Ну и самый такой, самый медвежий вариант, что это только было первое движение, а это второе. Тут мы сейчас проторгуемся, и потом такой-нибудь адские новости выйдут. Куда-нибудь на 4.300, потом вверх, потом куда-нибудь на 3.000. Все, такой вариант тоже возможен. Но в этот не верю, потому что альты не подтверждают вот этот вариант. Но вот один из первых двух вполне возможен. Особенно бычий вариант, каким бы странным он ни казался, потому что вот это вот микродвижение, оно хоть и пятиволновое, но оно никак не идет в сравнении вот с этим, большим. Ну, если мы вверх улетим, вот так вот, то можно сказать, что да, вот этот вариант сработал. Такой вариант возможен, там по циклам тоже есть разворот. Так что тут можно всего чего угодно ожидать. Так внутри дня сейчас, в принципе, более-менее все понятно, а вот глобально. Да что захотят, то и нарисуют. По большому счету, тут рынок двигать сейчас просто, все крупные игроки в основном ушли с рынка. Поэтому даже тузымун могут нарисовать отсюда, могут и пять тысяч слить. То есть вообще проблем нет никаких. Поэтому гадать на такой промежуток времени пока нет смысла. Сейчас пока поторгую, так внутри дня. Там такие небольшие движения буду брать, не буду мучиться. В данном случае у меня сейчас открыт лонг по эфиру. По 233, 234 я набирал. Цель 269, 270. Вот и все. Ну думаю, на сегодня хватит и до завтра.